I've got to reach you, I've got to see you I've got to reach you, I've got to reach you I've got to reach you, I've got to reach you I've got to reach you, I've got to reach you I've got to reach you, I've got to reach you I've got to reach you, I've got to reach you 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 Идем дальше Процессор и память Если с памяти все хорошо и ее аж 2 гигабайта То вот с процессором Oppo немного припозднились И оснастили Find 5 чипом не самым передовым Snapdragon S4 Однако по большому счету решение достаточно производительное И оно было бы вполне оправдано в смартфоне конца 2012 года Но да ладно Snapdragon S4 в принципе прекрасно справляется со своими обязанностями И нареканий к производительности аппарата не возникает Поэтому едем дальше А дальше у нас звук В смартфоне применяется софтверно-хардверная технология DRAC HD Audio Если кратко, то в наушниках играет Find 5 хорошо Звук чистый, качественный и громкости хватает с запасом А настройок эквалайзера вообще просто очень много Если говорить о звуке из штатного динамика То с этим у Find 5 также нет никаких проблем На максимальной громкости динамик не хрипит А громкости хватает, чтобы посмотреть фильм особо не прислушиваясь Что касается памяти, то доступно на выбор две версии аппарата На 16 и на 32 гигабайта Увеличить объем картами памяти не получится Слота microSD попросту в смартфоне нет Остается отметить аккумулятор Он имеет емкость 2500 мАч На бумаге такая емкость весьма внушительна Однако телефону хватает заряда на день и не больше Возможно, прошивку в дальнейшем оптимизируют И телефон будет жить чуть-чуть подольше Теперь давайте смотреть на смартфон в деле Работает Find 5 под управлением Android 4.1.1 Скажем так, не самой свежей версии операционной системы Поверх которого установлена фирменная оболочка Unique UI Оболочка эта выглядит симпатично и свежо, но как-то простенько Она имеет ряд незначительных особенностей, типа вкладок в меню настроек Как и, например, в последней версии TouchWiz Имеются встроенные виджеты и стандартизированные иконки приложений В общем, оболочка как оболочка, ничего особенного в ней нет Работает плавно и, в общем-то, без нареканий А что еще нужно пользователю? Что ж, теперь предлагаю протестировать девайс нашим стандартным набором тестов Начнем, пожалуй, с Antutu Результат 16 тысяч баллов Вполне ожидаем от Snapdragon S4 Переходим к тесту Geekbench 2 И тут аппарат выдал результат немногим больше своих собратьев на таком же процессоре 2131 балл Завершим тестирование обновленным тестом Epic Citadel На максимальных настройках телефон выдал вменяемый результат в 30 кадров в секунду Правда, в сложных сценах наблюдалось заметное проседание Но это не значит, что с выходом нового бенчмарка девайс перестал тянуть игрушки или там стал вообще хуже В плане игровых возможностей Find 5 просто-таки отличный девайс Тот же Dead Trigger после обновления идет на 5 с плюсом и не лагает даже с максимальной графикой В Real Racing 3 та же картина Все на максимуме и даже без намека на тормоза В общем, в играх Find 5 показал себя хорошо Однако, как и все устройства на чипе Snapdragon S4 Find 5 заметно так нагревается, но от этого нынче никуда уже и не денешься Подводя итог, хочу отметить, что у Oppo получилось собрать все лучшее на рынке комплектующих камеру, дисплей И достаточно неплохой даже по сегодняшним меркам процессор И мало того, они еще умудрились уместить все это в достаточно приличный корпус Он качественно собран, имеет металлический ободок, который придает жесткости И что больше всего мне нравится, так это те тонкие рамочки вокруг экрана В итоге у Oppo получился сбалансированный девайс с хорошей поддержкой и всего за 20 тысяч рублей А на этом все, обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал И приходите к нам в социалочке Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok